Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня у меня очередной массовый сбор томатов. Вот какие еще не показывала. Очень хорошие в этом году буян. Буян желтый, буян красный. И хочу показать, смотрите, сержант Пеппер. Хотя и говорят, ну как написано, что он 180-200 грамм какие-то, да? А вот на нижних кистях, смотрите, какие толстые сержанты Пепперы родились. Прям огромнейшие. Ну грамм 300 точно будет. Потом еще не показывала вам. Вот чудо лентяя вот такой красивенький получился. Какие тут еще у нас новые? А, вот он москвич, смотрите. Ой, нет, вот это яблонька России. Он москвич такой же. Яблонька России вся стандартная, вся красивая аж светится. Вот сейчас буду выпотрошу семена, буду ее запекать. А москвич, москвич, москвич. А, вот он. И такие же красные кругленькие москвич. Но тут же, конечно, и наши вот эти здоровенные сибиряки. Ботяня, пудовик. Они все дают по-прежнему свои крупнейшие вот такие плоды. А, томаты горячие. Мне даже некогда теперь делать утренние видеообзоры. С самого утра вы представляете, сколько собирать нужно томатов. Все, сбор, сбор, сбор томатов. Это как это на плантациях работа. Там же каждый день сбор хлопка, у нас сбор томатов. Но радует, что в этом году никакой град к нам не пришел. Все томатики хорошенькие, свеженькие, чистенькие, не побитые, не покусанные никем. И радует, что из-за аномальной жары у нас в этом году очень мало слизней. В том году было дождливо, как сыра, так немножко. А в этом году слизней вообще нет. Так что вот и не знаешь, то ли плюс аномальная жара, то ли минус. Мы в этом году испытали вот такую жарищу. 33 градуса последние дни была жара. Только полив и сбор, полив и сбор. Зато слизней мало, зато паутинный клещ очень часто появляется в такую жару. Томаты сладкие, вкусные, но зато у них вес немножко меньше, не добирают от недостатка влаги. Так что не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Жара вроде бы и хорошо, и плохо. Я убедилась, что, как всегда, у стороны две медали. Нашла свои плюсы в жаркой погоде и нашла свои минусы. Плюсы в том, что урожай томаты отдают очень дружно. Вот вообще, я говорю, что не то, что ведрами, а тут вот в каждом лотке по ведру по несколько ведер в день снимаю, снимаю каждый день. И я тороплюсь, конечно, потому что боюсь все-таки, что будет холод или будет дождь. Пока они свежие и здоровые, пока они все чистенькие, нужно их снять, конечно, выпотрошить с них все семянки. Но в жаре работать очень. До обеда я дорабатываю, потом все уже начинается, легкое головокружение, и я бегу домой. Вот такой у нас разномастный урожай. Конечно, еще вот эти всякие новинки-то всего по несколько штук снимаю. А вот эти наши неприхотливые, особенно сибирские, вот эти ранние сорта, конечно, завалили меня они своим урожаем. Но это радует. Зато не зря я работала, ну как зимой сеяла рассаду, работала всю весну, всю лето, не зря их поливали. Ну, кстати, еще раз хочу сказать, что все вот эти вот, которые вот яблонька России, вот янтарный, чудо лентяя, вот эти боян, они же у меня все, почти все вот эти скороспелки на заваленках выросли без единой подкормки. Если я еще в начале лета в теплицах и в томатном поле пыталась их подкормить по разу, то этим не досталось ничего. Однако это никак не сказалось на их урожае. И когда мне говорят, что от сибиряков от своих откажетесь, когда узнаете иностранцев, да нет, все-таки. Они нас очень хорошо выручают. Сержант Пеппер, это, конечно, хорошо, он и красивый, и вкусный. Но если бы не такое лето, как нынче у нас жарко, еще неизвестно, какой урожай дали бы иностранцы. А наши сибирячки всегда дают стабильный урожай. Все, до свидания. Это вот последние новости с полей. Бьемся с урожаем, боремся.